Всем привет! Продолжаем чтение нашего увлекательного романа «Фёдор Михайлович Достоевский. Преступление и наказание. Часть 5. Глава 3». И в прошлой главе мы остановились на таком моменте, значит, проходят у Катерины Ивановны вот эти безобразные поминки, куда пришёл непонятно какой народ, всё какие-то странные пьяные люди в непонятных одеждах. Вот. И, значит, поминки начинают приобретать характер скандала. Значит, Катерина Ивановна сцепилась с хозяйкой Самали Людвиговной, и у них там произошла ссора. Мало-помалу всё, они стали, значит, друг на друга кричать. И вот на этом самом месте повествование окончилось. А! Закончилось на том, что в комнату вошёл Лужин, тот человек, который не собирался идти на поминки. И ясно, что зашёл он с какой-то определённой целью. А вот с какой мы сейчас узнаем из дальнейшего повествования. «Пётр Петрович!» – закричала она. «Защитите хоть вы и внушите этой глупой твари!» Это она имеет в виду Амалию Людвиговну. «Что она не смеет так обращаться с благородной дамой в несчастье, что на это есть суд, и я к самому генерал-губернатору пойду?» Она ответит. «Помня хлеб, соль моего отца, защитите сирот!» «Позвольте, позвольте, сударыня, позвольте!» – отмахивался Пётр Петрович. «Папеньки вашего, как и известно, вам я вообще-то не имел чести знать. Позвольте, сударыня!» Кто-то, услышав это, громко захохотал. «А в ваших беспрерывных распорях с Амалией Ивановной я участвовать не намеренц. Я по своей надобности и желаю объясниться немедленно с ней, вот с падчерицей вашей, Софьей Ивановной. Так, кажется? Позвольте пройти!» И Пётр Петрович, обойдя боком Катерину Ивановну, направился в противоположный угол, где находилась Соня. Катерина Ивановна как стояла на месте, так и осталась, точно громом пораженная. Она понять не могла, как мог Пётр Петрович отречься от хлеба-соли её папеньки. Выдумав один раз для себя вот эту хлеб-соль, она уже ей свято сама верила. Поразил её и какой-то деловой, сухой, полный даже какой-то презрительной угрозы тон Петра Петровича. Да и все как-то притихли мало-помалу при его появлении. Кроме того, что этот деловой и серьёзный человек слишком уж резко не гармонировал со всей компанией, кроме того, видно было, что он за чем-то важным пришёл, что, вероятно, какая-то необыкновенная причина могла привлечь его в такую вот компанию. И что стало быть, сейчас что-то случится, и что-то точно будет. Раскольников, стоявший под лесу, не посторонился, пропустил его. Пётр Петрович, казалось, совсем его не заметил. Через минуту на пороге показался и Лебезятников. В комнату он не вошёл, но остановился тоже с каким-то особенным любопытством, почти с удивлением. Прислушивался, но, казалось, долго чего-то понять не мог. «Извините, что я, может быть, прерываю, но дело довольно важное», – заметил Пётр Петрович, как-то вообще и не обращаясь никому в особенности. «И я даже рад, что это всё при публике. Амалия Ивановна, прошу вас, покорнейшей в качестве хозяйки квартиры, обратить внимание на мой последующий разговор вот с ней, с Софьей Ивановной». Софья Ивановна, продолжал он, обращаясь прямо к чрезвычайно удивлённой и уже заранее испуганной Соне. «Со стола моего, в комнате вот этого друга моего, Андрея Семёновича Любезятникова, тотчас же вслед за посещением вашим, исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Если каким бы то ни было образом вы знаете и укажете нам, где он теперь находится, то уверяю вас самым честным словом и беру вот всех в свидетели, что дело только тем и кончится. В противном же случае вынужден буду обратиться к мерам весьма серьёзным, и тогда пеняйте уж на себя». В комнате воцарилось совершенное молчание. Даже плакавшие дети затихли. Соня стояла мёртво-бледная, смотрела на Лужина и ничего не могла отвечать. Она как будто ещё не понимала, что это происходит. Прошло несколько секунд. «Ну-с? Так как же-с?» – спросил Лужин, пристально глядя на неё. «Я не знаю. Я ничего не знаю», – слабым голосом проговорила наконец Соня. «Нет? Не знаете?» – переспросил Лужин и ещё несколько секунд промолчал. «Слушайте, мадемуазель, подумайте», – начал он строго, но всё ещё как будто увещевая. «Обсудите, в конце концов. Я согласен вам дать ещё время на размышления. Извольте видеть, если бы я не был так уверен, то уж, разумеется, при моей опытности не рискнул бы так прямо вас обвинять. Типа за подобное, прямое и гласное, но ложное или даже только ошибочное обвинение, я в некотором смысле сам отвечаю. Уж я-то это знаю как адвокат. Утром сегодня я разменял для своих надобностей несколько 5-процентных билетов на сумму номинально в 3000 рублей. Вот расчёт у меня записан в бумажке. Придя домой, я, свидетель тому, вот Андрей Семёнович, стал считать деньги и сосчитал 2300 рублей. Спрятал их в бумажник, а бумажник в боковой карман сюртука. На столе оставалось около 500 рублей кредитными билетами, и между ними 3 билета во 100 рублей каждый. В эту минуту прибыли вы, да, по моему зову, и всё время у меня пребывали потом в чрезвычайном каком-то смущении. Так что даже 3 раза среди разговора вставали и спешили почему-то уйти, хотя разговор наш ещё не был окончен. Андрей Семёнович может всё это засвидетельствовать. Вероятно, вы сами, мадмуазель, не откажетесь подтвердить и заявить, что призывал я вас через Андрея Семёновича. Единственное, для того только, чтобы переговорить с вами о сиротском и беспомощном положении вашей родственницы. Вот её, Катерины Ивановны, которой я не мог прийти на поминки. И о том, как бы полезно было устроить в её пользу что-нибудь вроде там лотереи или подписки или подобного. Вы меня благодарили, там даже прослезились. Я рассказываю всё так, как было, чтобы, во-первых, напомнить вам, а во-вторых, чтобы показать, что из моей памяти не изгладилась ни малейшая деталь. Затем я взял со стола 10-рублёвый кредитный билет и подал вам от своего имени для интересов вашей родственницы и видах, так сказать, благодетельства и первого вспоможения. Всё это видел Андрей Семёнович. Затем я вас проводил до двери, всё в том же с вашей стороны смущении, после чего, оставшись наедине с Андреем Семёновичем и переговорив с ним минут около 10, Андрей Семёнович вышел. А я же снова обратился к столу с лежащими на них деньгами, с целью сосчитав их, отложить, как и предполагал я прежде особ. И, к удивлению моему, одного 100-рублёва билета в числе прочих не оказалось. Извольте же рассудить. Заподозрить Андрея Семёновича я уж никак не могу, даже предположения такого стыжусь. Ошибиться в счёте я тоже не мог, потому что за минуту перед вашим приходом окончил все счёты и нашёл итог верным. Согласитесь сами, что, припоминая ваше смущение, торопливость уйти и то, что вы держали руки некоторое время на столе, взяв, наконец, в соображение общественное положение ваше вот это и сопряжённые с ним привычки, я, так сказать, с ужасом и даже против моей воли принуждён был остановиться на подозрении, конечно, жестоком, но справедливом, извините. Прибавлю ещё и повторю, что, несмотря на всю мою очевидную уверенность, понимаю, что всё-таки в теперешнем обвинении моём присутствует некоторый для меня риск. Но, как видите, я не оставил в туне, я восстал и скажу вам от чего. Единственное, сударня, единственное по причине чернейшей неблагодарности вашей. Как же это так? Я же вас приглашаю в интересах беднейшей вашей родственницы. Я же предоставляю вам посильное подаяние моё в 10 рублей. И вы, вы тут же сейчас же платите мне за всё это подобным поступком? Нет, сударня, уж это нехорошо. Здесь необходим урок. Рассудите же, мало того, как истинный друг ваш, прошу вас, ибо лучше друга не может быть у вас в эту минуту, а помнитесь. Иначе, иначе я буду неумолим. Ну, и так? Я ничего не брала у вас, прошептала в ужасе Соня. Вы дали мне 10 рублей, вот, возьмите их. Соня вынула из кармана платок, отыскала узелок, развязала его, вынула 10-рублёвую бумажку и протянула руку лужину. А в остальных 100 рублях вы так и не признаетесь? Укоризненно и настойчиво произнёс он, не принимая билета. Соня осмотрелась кругом. Все глядели на неё с такими ужасными, строгими, насмешливыми, ненавистными лицами. Она взглянула на Раскольникова, а тот стоял у стены, сложив на крест руки, и огненным взглядом смотрел на неё. О, Господи! Вырвалось у Сони. — Амалия Ивановна, надо будет дать знать в полицию, а потому покорнейше вас прошу, пошлите по каме с задворником. Тихо и даже ласково проговорил Лужин. — Гот, дербер, мгарте гей, я так и знал, что она вороваль! — всплеснула руками Амалия Ивановна. — Да, вы так и знали? — подхватил Лужин. — А, стало быть, уже и прежде имели хотя бы некоторые основания так заключать. Что ж, прошу вас, почтеннейшая Амалия Ивановна, запомните вот эти ваши слова, произнесённые, впрочем, при свидетелях. Со всех сторон поднялся вдруг громкий говор, все зашевелились. — Как? — вскрикнула вдруг опомнившись Катерина Ивановна и точно сорвалась, бросилась к Лужину. — Как? Вы её в покраже обвиняете? Это Соню-то? — Ах, подлецы, да подлецы! И, бросившись к Соне, она как в тисках обняла её своими иссокшими руками. — Соня, как ты смела брать от него эти десять рублей? — Глупая ты! Ну-ка дай сюда! — Подай сейчас эти десять рублей, Соня! — Вот! И, выхватив у Сони бумажку, Катерина Ивановна скомкала её в руках и бросила наотмашь прямо в лицо Лужина. Катышек попал в глаз и отскочил на пол. Амалия Ивановна бросилась поднимать деньги. Пётр Петрович рассердился. — Послушайте, удержите эту сумасшедшую! — закричал он. В дверях в эту минуту рядом с Лебезятниковым показалось ещё несколько лиц, между которыми выглядывали и обе приезжие дамы. — Как? Сумасшедшую? Это я-то уже сумасшедшая? — Ах ты, дурак! — взлизнула Катерина Ивановна. — Да ты сам дурак! Крючок ты судейский, низкий ты человек! Соня возьмёт у него деньги! Эта Соня-то воровка! — Дурак ты! Да она тебе ещё даст! Екатерина Ивановна истерически захохотала. — Не, видали ли вы дурака? — бросалась она во все стороны, показывая всем на лужина. — Как? Как? И ты тоже? — увидала она хозяйку. — И ты туда же, колбасница, подтверждаешь, что она воровайль? Ах ты, подлая, прусская, куриная нога в кринолине! Ах вы! Ах вы! Да она из комнаты-то не выходила, и как пришла от тебя подлеца тут же рядом под Родиона Романовича и села. Обыщите её! Быстро обыщите её! Коль она никуда не выходила, стало быть, деньги должны быть при ней. Давай, ищи, ищи! Только если ты не найдёшь, то уж извини, голубчик, ты ответишь! Государю, государю, к самому царю побегу! Милосердному в ноги брошусь! Сейчас же, сегодня же я сирота! Меня пустят! Ты чё, думаешь, не пустят? Врёшь, я дойду, дойду! Это ты на то, что она кроткая, что ли, рассчитывал? Ты на это надеялся? Да я, брат, зато бойкая, оборвёшься! Ищи же, ищи же, ну, ищите! Екатерина Ивановна в выступлении теребила лужина, тащая его к Соне. Так что ж, ну, я готов, я отвечаю, ну, уймитесь, судары, уймитесь! Я слишком вижу, что вы бойкая! Это, это как же, бормотал Лужин, это вообще-то при полиции следует, хотя, впрочем, и теперь свидетелей слишком достаточно. Ну, пожалуйста, я готов, но, во всяком случае, затруднительно мужчине, как бы по причине пола обыскивать. Если б с помощью вот Амалии Ивановны, хотя, впрочем, так дело не делается, ну, ну, как же так? Да кого хотите, пусть кто хочет, тот и обыскивает, кричала Екатерина Ивановна. Соня, вывороти им карманы, вот, вот, смотри, изверг, вот пустой, здесь платок лежал. Видишь, карман пустой, вот другой карман, вот, вот, видишь, видишь? Екатерина Ивановна не то, что вывернула, а так и выхватила оба кармана один за другим наружу. Но из второго права кармана вдруг выскочила бумажка, и, описав в воздухе параболу, упала к ногам Лужина. Это все видели, многие вскрикнули. Петр Петрович нагнулся, взял бумажку двумя пальцами с пола, поднял всем на вид и развернул. Это был сторублевый кредитный билет, сложенный в восьмую долю. Петр Петрович обвел кругом свою руку, показывая всем билет. «Ах ты, воровка, вон с квартир, полись, полись!» завопила Амалия Ивановна. «Их надо, Сибирь прогнай, львом!» Со всех сторон полетели восклицания. Раскольников молчал, не спуская глаз Сони, изредка, но быстро переводя их на Лужина. Соня стояла на том же месте, как без памяти, а она почти даже не была и удивлена. И вдруг краска залила ей все лицо. Она вскрикнула и закрылась руками. «Нет, это не я! Это не я! Я не брала! Я не знаю!» закричала она разрывающим сердце воплем и бросилась к Катерине Ивановне. Та схватила ее, крепко прижала к себе, как будто грудью желая защитить ее ото всех. «Соня, Соня, я не верю! Видишь, я не верю им!» Кричала, несмотря на всю очевидность, Катерина Ивановна, сотрясая ее в своих руках, как ребенка, целуя ее бесчетно, ловя ее руки и так и впиваясь в них, целуя их. «Да чтоб ты взяла, Соня! Да это глупые люди, Господи! Вы глупые!» Кричала она, обращаясь ко всем. «Да вы еще не знаете! Вы не знаете, какое у нее сердце! Что это за девушка? Она возьмет, ага! Да она свое последнее платье скинет! Продаст, босая пойдет! Вам отдаст! Коль надо будет! Вот она какая! Она и желтый-то билет получила, потому что мои же дети с голоду пропадали, себя за нас продала! Ах, покойник, покойник, ах, покойник! Видишь ты, вот тебе поминки, Господи! Да защитите же ее! Да что же вы стоите все, Родион Романович! Вы-то чего же не заступитесь? Вы тоже, что ли, верите? Да мизинца вы тогда ее не стоите! Все, все, все! Господи, да защитишь ты, наконец! Плач бедной, чахоточной, сиротливой Катерины Ивановны произвел, казалось, сильный эффект на публику. А тут было столько жалкого, столько страдающего в этом искривленном, болью высохшем, чахоточном лице, в этих иссохших, запекшихся кровью губах, в этом хриплых, кричащем голосе, в этом плаче навстрыд, подобном детскому плачу, в этой доверчивой детской, вместе с тем, отчаянной мольбе защитить, что, казалось, все пожалели несчастную, а, по крайней мере, Петр Петрович тотчас же пожалел. «Сударыня, сударыня!» восклицал он внушительным голосом. «Да вас этот факт не касается, никто не решится вас обвинить в умысле или в соглашении, тем паче, что вы же и обнаружили, вы вороте в карман. Стало быть, ничего ведь вы и не предполагали. Весьма и весьма готов сожалеть, если, так сказать, нищета сподвигла вот Софью Семенову. Ну для чего же вы, однако, будь-мазель, не хотели сознаться? Позора, что ли, убоялись? Первый шаг? Потерялись, может быть? Да понятно, очень понятно. Но, однако, для чего же было пускаться в такие качества? «Господа», — обратился он ко всем присутствующим, «Господа, сожалея и, так сказать, соболезную я, пожалуй, готов простить. Даже теперь, несмотря на полученные вот личные мне оскорбления, да послужит же, мадемуазель, теперешний стыд вам уроком. На будущее», — обратился он к Соне. «А я, так уж и быть, дальнейшее оставлю в туне, и так и быть прекращаю. Довольно». Петр Петрович искоса посмотрел на Раскольникова, взгляды их встретились. Горячий взгляд Раскольникова готов был его испепелить. Между тем, Катерина Ивановна, казалось, ничего больше и не слыхала. Она обнимала и целовала Соню, как безумная. Дети тоже обхватили со всех сторон Соню своими ручонками, а Полечка, не совсем понимавшая, впрочем, в чем дело, казалось, вся так и утопала в слезах, надрываясь от рыданий, спрятав свое распухшее от плача хорошенькое личико на плече Сони. «Как это низко!» — раздался вдруг громкий голос в дверях. Петр Петрович быстро оглянулся. «Какая низость! Я не могу поверить!» — повторил Лебезятников, пристально смотря ему в глаза. Петр Петрович даже как будто вздрогнул. Это все заметили и потом об этом вспоминали. Лебезятников шагнул в комнату. «И вы осмелились меня в свидетели поставить?» — сказал он, подходя к Петру Петровичу. «В смысле? Что это значит, Андрей Семенович? Про что такое вы говорите?» — пробормотал Лужин. «Да то значит, что вы клеветник! Вот что значит мои слова!» — горячо проговорил Лебезятников, строго смотря на него своими подслеповатыми глазами. Он был ужасно рассержен. Раскольников так и впился в него глазами, как бы подхватывая и взвешивая каждое его слово. Опять воцарилось молчание. Петр Петрович почти даже потерялся, особенно в первое мгновение. «Если вы это мне сказали?» — начал он, заикаясь. «Да что с вами? Вы что, вы в своем уме?» «Я-то в уме, я в уме. А вот вы, вы, вы мошенник. Ах, как это низко! Слушайте, я все слушал, я вот нарочно все ждал, чтобы все это понять, потому что, признаюсь, даже до сих пор оно не совсем логично. Но для чего вы все это сделали? Я до сих пор не понимаю». «Да что я сделал такое? Перестанете ли вы говорить вашими вздорными загадками? Или вы, может быть, выпивший? Это вы, низкий человек, может быть, пьете, а не я. Я и водки-то совсем никогда не пью, потому что это не в моих убеждениях. Вообразите! Нет, вообразите, люди! Он сам своими собственными руками отдал этот сто-рублевый билет Софье Семеновне. Я видел! Я свидетель! Я присягу приму! Он! Он сам это сделал! Повторял Лебезятников, обращаясь ко всем и к каждому. «Да вы рехнулись, что ли, молокосос?» Взвизнул Лужин. «Она здесь сама перед вами на лицо. Она сама сейчас здесь при всех подтвердила, что кроме десяти рублей я ничего от меня не получала. Каким же образом я мог ей передавать после этого?» «Я видел!» «Я видел!» Кричал и подтверждал Лебезятников. «И хоть это и против моих убеждений, но я готов, готов. Сейчас в суде какую угодно приму присягу, потому что я видел, как вы ей тихонько подсунули. Только я-то, дурак, думал, что вы из благодеяния подсунули. В дверях прощаюсь с нею, когда она повернулась и когда вы ей жали одной рукой руку, а другой левой, вы и положили ей тихонько в карман бумажку. Да я видел все это своими глазами!» Лужин побледнел. «Что вы врете?» Дерзко вскричал он. «Да и как вы могли, стоя у окна, разглядеть бумажку? Вам померещилось и у вас глаза слепые? Вы бредите?» «Не, не померещилось. И хоть я далеко стоял, но я все видел, все видел. И хоть от окна действительно трудно разглядеть бумажку». «Это вы правду говорите, но я по особому случаю знал, наверное, что это именно 100-рублевый билет. Потому что, когда вы стали давать Софье Семеновне 10-рублевую бумажку, я видел сам, как вы в тот же момент взяли со стола еще и 100-рублевый билет. Это я видел, потому что я тогда близко стоял. И так как у меня тот час явилась одна мысль, то потому я и не забыл, что у вас в руках остался 100-рублевый билет. Вы его слошили и держали, зажав в руке все время. А потом я было опять забыл. А когда вы стали вставать, то и справа переложили в левую его и чуть не уронили. Я тут опять вспомнил, потому что мне опять пришла та же мысль. А именно, что вы хотите тихонько от меня благодеяние сделать. Можете представить, как я стал следить, но и увидел, что удалось вам всунуть ей таки в карман. Я видел, я видел, я присягу приму. Лебезятников чуть не задыхался. Со всех сторон стали раздаваться разнообразные восклицания, всего больше означавшие удивление. Но послышались восклицания, принимавшие и грозный тон. Все затеснились к Петру Петровичу. Катерина Ивановна кинулась к Лебезятникову. Андрей Семенович, я в вас не ошиблась. Защитите ее, один вы за нее. Она сирота, вас Бог послал. Андрей Семенович, голубчик, батюшка. Екатерина Ивановна, почти не помня, что делает, бросилась перед ним на колени. Господи, да что за дичь, завопил взбешенный до ярости лужин. Дичь вы все мелете, сударь. Забыл, вспомнил, забыл. Это что такое? Стало быть, что же я нарочно и подложил? Для чего? С какой целью? Что общего у меня с этой? Для чего? А вот этого я и сам не понимаю. А что я рассказываю? Так это факт, я не знаюсь мерзкий, преступный вы человек, что именно помню, как по этому поводу мне тот час же тогда в голову вопрос пришел. Именно в то время, как я вас благодарил и руку вам жал. Для чего же именно вы положили ее украдкой в карман? То есть, почему именно украдкой? Неужели, думаю, потому только, что хотели от меня скрыть, зная, что я противник таких убеждений, отрицаю частную благотворительность, ничего не исцеляющую радикально? Ну и решил, что вам действительно передо мной совестно такие куши давать. И кроме того, может быть, подумал я, он хочет ей сюрприз сделать, удивить ее, когда она найдет у себя в кармане целых 100 рублей. Потому что иные благотворители очень любят вот так вот размазывать свои благодеяния. Я это знаю. Потом мне еще подумалось, что, может быть, вы хотите ее испытать? Ну, то есть, посмотреть, придет ли она, найдя билет, благодарить. Потом подумал, что хотите избежать благодарности и чтоб, ну, как-то там говорится, чтоб правая рука, что ли, не знала, что делает левая. Одним словом, это так. Ну, да, мало ли мне мысли тогда в голову пришло. Так что я положил все это потом хорошенько обдумать, но все-таки почел неделикатным сказать вам, что я знаю секрет. Но однако мне тотчас же пришел в голову опять еще вопрос, что Софья Семеновна, прежде чем заметит, пожалуй, чего доброго еще и потеряет их. Вот почему я решился сюда прийти, вызвать ее и уведомить, что вы ей положили в карман 100 рублей. Да мимоходом зашел прежде в номер к господину Кобылятникову. А потом прихожу сюда, а тут вот какая история. Нет, ну, мог ли, мог ли я иметь все эти мысли и рассуждения, если бы я действительно не видел, что вы вложили ей в карман 100 рублей? Когда Андрей Семенович кончил свое многословное рассуждение с таким логическим выводом в заключении речи, то ужасно устал и даже подкатился с его лица. Увы, он и по-русски-то не умел объясниться порядочно, не зная, впрочем, никакого другого языка, так что он весь как-то разом истощился, даже как будто похудел после своего адвокатского подвига. Тем не менее, речь его произвела на чрезвычайный эффект. Он говорил с таким азартом, с таким убеждением, что ему, видимо, все поверили. Петр Петрович почувствовал, что дело плохо. Послушайте, какое мне дело, к что вам в голову пришли какие-то там глупые вопросы? Вскричал он. Это не доказательство, и вы могли все это сбредить во сне, вот и все. А я вам говорю, что вы лжете, сударь. Лжете и клевещете из-за какого-нибудь зла на меня. И именно, может быть, за то, что я не соглашался на ваши вольнодумные, безбожные социальные предложения, вот что. Но этот выверт не принес пользы Петру Петровичу. Напротив, послышался со всех сторон ропот. А, ты вот куда заехал, крикнул Лебезятников. Нет, врешь. Зови полицию, буду присягу принимать. Одного только понять не могу, для чего же он рискнул на такой низкий поступок. О, жалкий, подлый ты человек. Я могу объяснить, для чего он рискнул на такой поступок. Если надо, сам присягу приму. Твердым голосом произнес, наконец, Раскольников и выступил вперед. Он был, по-видимому, тверд и спокоен. Всем как-то стало ясно при одном только взгляде на него, что он действительно знает, в чем здесь дело и что дошло, наконец, до развязки. Теперь я совершенно все себе уяснил, продолжал Раскольников, обращаясь прямо к Лебезятникову. Вы знаете, с самого начала истории я уже стал подозревать, что тут какой-то мерзкий подвох, и я стал подозревать вследствие некоторых особых обстоятельств, только мне одному известных, которые я сейчас и объясню всем. В них все дело. А вы же, Андрей Семенович, вашим драгоценным показаниям окончательно уяснили мне все. Прошу всех, всех выслушать. Вот этот господин, он указал на Лужина, сватался недавно к одной девице, а именно к моей сестре, к Авдоте Романовне Раскольниковой. Но приехав в Петербург, он третьего дня при первом нашем свидании со мной поссорился, и я выгнал его от себя, чему есть два свидетеля. И вот этот человек, вот этот человек, он теперь очень зол на меня. Третьего дня я еще и не знал, что он здесь вот живет, в этих номерах у вас, Андрей Семенович. И что стало быть, вот в тот самый день, как мы с ним поссорились, то есть вот три дня назад, он был свидетелем того, как я, придя сюда, передал в качестве приятеля, покойного вот этого господина Мармеладова, чего поминки сейчас, супруге его, вот этой Екатерине Ивановне, несколько денег на похороны. И он тогда тотчас же написал моей матери записку и уведомил ее, что я отдал все деньги не Екатерине Ивановне, а Софье Семеновне, и при этом в самых подлых выражениях упомянул о характере Софьи Семеновне, то есть намекнул на характер отношений моих к Софье Семеновне. Все это, как вы понимаете, было с целью поссорить меня с матерью и с сестрой, внушив им, что я, значит, расточаю, что я с неблагородными целями использую их последние деньги, которые они мне присылают. Вчера вечером я при матери и при сестре в его же присутствии восстановил истину, доказав, что передал деньги именно Екатерине Ивановне и именно на похороны, а не Софье Семеновне. И что с Софьей Семеновной третьего дня я еще и знаком-то даже им не был, и даже в лицо ее еще не видел. При этом я прибавил, что он, Петр Петрович Лужин, со всеми своими достоинствами не стоит и одного мизинца Софьи Семеновны, о которой он так дурно отзывается. На его же вопрос, посадил ли бы я Софью Семеновну рядом с моей сестрой, что-то сделал того же дня. Разозлившись тогда на то, что мать и сестра не хотят по его наветам со мной рассориться, он слово за слово начал говорить им непростительные дерзости. Произошел окончательный разрыв, и его тогда выгнали из дому. И все это происходило вчера вечером. А теперь, господа, прошу обратить особенное внимание. Представьте себе, что если бы ему удалось вот сейчас доказать, что Софья Семеновна воровка, то, во-первых, он доказал бы моей сестре и матери, что был почти прав в своих подозрениях, что он справедливо рассердился за то, что я поставил на одну доску мою сестру и Софью Семеновну, что, нападая на меня, он защищал, стало быть, и предохранял честь моей сестры, своей невесты. Одним словом, через все это он даже мог вновь поссорить меня с родными и уж, конечно, надеялся опять войти у них в милость. Не говорю уже о том, что он мстил мне лично, потому что имеет основания предполагать, что честь и счастье Софьи Семеновны очень для меня дороги. Вот и весь его расчет. Вот в чем дело. Вот так я понимаю это, господа. Вот вся причина, и другой здесь быть не может. Так или почти так окончил Раскольников свою речь, часто прерывавшуюся восклицаниями публики, слушавший, впрочем, очень внимательно. Но, несмотря на все перерывы, он проговорил резко, спокойно, точно, ясно и твердо. Его резкий голос, его убежденные тоны, строгое лицо произвели на всех чрезвычайный эффект. «Да, да, да, это так, точно так», в восторге подтверждал Лебезятников. «Это должно быть так, потому что он именно спрашивал меня, как только вошла к нам в комнату Софья Семеновна, дескать, тут ли вы, не видал ли я и вас в числе гостей Катерины Ивановны. Понимаете, он отозвал меня для этого к окну, и там потихоньку меня спросил. Стало быть, ему непременно надо было, чтобы тут были вы, это точно, это все так и есть». Лужин молчал и презрительно улыбался. Впрочем, он был очень бледен. Казалось, что он обдумывал, как бы ему вывернуться. Может быть, он бы с удовольствием бросил все и ушел, но в настоящую минуту это было почти невозможно, потому что означало прямо сознаться в справедливости возводимых на него обвинений в том, что он действительно оклеветал Софью Семеновну. К тому же и публика, и без того уже подпившая, слишком волновалась. Провианский гражданин, хотя, впрочем, и не все понимавший, кричал больше всех и предлагал некоторые весьма неприятные для Лужина меры. Но были и не пьяные. При этом сошлись и собрались изо всех комнат. Все три поличка ужасно горячились и кричали ему беспрестанно «Пани Лайда!». Причем бормотали еще какие-то угрозы по-польски. Соня слушалась напряжением, но как будто тоже не все могла понять. Точно просыпалась от обморока. Она только не спускала свои глаз Раскольникова, чувствуя, что в нем ее защита. Катерина Ивановна трудно и хрипло дышала и была, оказалась в страшном изнеможении. А всех глупее стояла Амалия Ивановна, разинув рот и ровно ничего не смысля. Она только видела, что Петр Петрович как-то попался. Раскольников попросил было опять говорить, но ему уже не дали докончить. Все кричали и теснились около Лужина с ругательствами и угрозами. Но Петр Петрович не струсил. Видя, что уже дело по обвинению Сони вполне проиграно, он прямо прибегнул к наглости. «А ну-ка, позвольте, господа, позвольте, не теснитесь, дайте пройти», говорил он, пробираясь сквозь толпу «и сделайте одолжение, не надо мне угрожать, уверяю вас, ничего не будет, ничего не сделайте, ни робкого десятка. А напротив, вы же, господа, ответите, что насилием прикрыли уголовное дело. Воровка более, нежели изобличена, и я буду преследовать. В суде не так слепы, как здесь, и не пьяны, и не поверят двум вот этим отъявленным безбожникам, бродягам, возмутителям и вольнодумцам, обвиняющим меня из личной мести, в чем сами они по своей глупости и сознаются. Так, ну-ка, позвольте». «Да чтобы тот час же духу вашего не было в моей комнате, извольте съезжать, и все, между нами все кончено, и как подумаю, что я же из кожи выбивался, чтобы ему излагать что-то целые две недели». «Да ведь я вам и сам, Андрей Семенович Давича, сказал, что съезжаю, когда вы меня еще удерживали. Теперь же прибавлю только, что вы, да вы просто дурак, понимаете, желаю вам вылечить ваш ум и ваши вот эти послеповатые глаза. Позвольте же под господа пройти». Он протеснился, но Провианскому не хотелось так легко его выпустить с одними только ругательствами, и он схватил со стола стакан, размахнулся и пустил его в Петра Петровича. Но стакан полетел прямо в Амалю Ивановну. Она взвизнула, а Провианский, потеряв от размаху равновесие, тяжело повалился под стол. Петр Петрович прошел в свою комнату и через полчаса его уже не было в доме. Соня, робкая от природы, и прежде знала, что ее легче погубить, чем кого бы то ни было, а уж обидеть ее всякему почти безнаказанно. Но все-таки до самой этой минуты ей казалось, что можно как-нибудь избегнуть беды осторожностью, кротостью, покорностью перед всем и каждым. Разочарование ее было слишком тяжело. Она, конечно, с терпением и почти безропотно могла все перенести, даже это, но в первую минуту уж слишком ей стало тяжело. Несмотря на свое торжество и на свое оправдание, когда прошел первый испуг и первый столбняк, когда она поняла, наконец, и сообразила все ясно, чувство беспомощности и обиды мучительно сжало ей сердце. С ней началась истерика. Наконец, не выдержав, она бросилась вон из комнаты и побежала домой. Это было почти сразу после ухода Лужина. Амалия Ивановна, когда в нее при громком смехе присутствовавших попал стакан, тоже не выдержала в чужом перу похмелье. Свизгом, как бешеная, кинулась она Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватую. «Далось квартир! Сейчас марш!» И с этими словами начала хватать все, что не попадалось ей под руку из вещей Катерины Ивановны и скидывать на пол. Почти и без того убитая, чуть не в обмороке, задыхавшаяся, бедная Катерина Ивановна скочила с постели, на которую упало было вознеможение, и бросилась на Амалию Ивановну. Но борьба была слишком неравная, та отпихнула ее, как перышко. «Как? Мало того, что безбожно оклеветали, эта тварь на меня же теперь еще как! В день похорон мужа гонят с квартиры после моего хлеба с соли на улицу с сиротами! Да куда я пойду?» вопила рыдая, задыхаясь, бедная женщина. «Господи!» закричала вдруг она, засверкав глазами. «Да неужели ж нет справедливости? Да кого ж тебе защищать, коль не нас, сирот? А вот увидим, есть на свете суд и правда, есть, я сыщу! Сейчас, сейчас, подожди, безбожная тварь! Полечка, Полечка, одевайся с детьми! Я ворочусь, ждите меня хоть на улице, увидим, есть ли на свете правда!» И накинув на голову тот самый зеленый драдодемовый платок, о котором упоминал в своем рассказе покойный Мармеладов, Катерина Ивановна протеснилась сквозь беспорядочную пьяную толпу жильцов, все еще толпившихся в комнате, и с воплем, и со слезами выбежала на улицу, с неопределенной целью, где-то сейчас, немедленно, и во что бы то ни стало найти справедливость. Полечка в страхе забилась с детьми в угол, на сундук, где, обняв обоих маленьких детей, вся дрожала, стала ожидать прихода матери. Амалия Ивановна металась по комнате, визжала, причитала, швыряла все, что не попадалось ей на пол, и буянила. Жильцы горланили, кто в лес, кто под рова, иные договаривали, что умели о случившемся событии, другие ссорились и ругались, иные затянули песни. Ну что ж, теперь пора и мне, подумал Раскольников. Ну-ка, Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить. И он отправился на квартиру Сони. Конец главы, друзья. Продолжение следует. Продолжение следует...